Но если вы хотите вырваться из этого предела шесть с половиной и даже семь, в смысле, услышала, но я не поняла, что это за слово. У меня было такое истерическое состояние, совершенно какая-то дикая тема. Я делала, как многие-многие студенты делают до сих пор. Я понимаю, что если бы я этого вот не сделала, о чем я сегодня расскажу, то точно бы набрала девятку. Не будьте мной, не сдавайтесь. Это было ужасно. Ждете ли вы в воскресенье, так как жду его я? Мне кажется, мы по-разному с вами ждем в воскресенье, если вы вообще его ждете, потому что я в страхе от того, что мне придется монтировать видео целую ночь. Вы, я надеюсь, looking forward to the video about IELTS, because that's what you're going to see today. Можно я начну это видео с shout-out to my friends, которые купили мне свет? Теперь мне не нужно настраивать свои настольные лампы с разных сторон, чтобы вы меня хорошо видели, когда мне не удается снимать при дневном свете. Спасибо большое Акажану, Нино и Сереге. Thank you so much. Сегодня я хотела бы с вами поделиться своим личным опытом и хотела бы поговорить про самое больное, про свои ошибки, про свои косяки, несмотря на которые я набирала довольно высокие баллы. Но я знаю, что если бы я этого вот не сделала, о чем я сегодня расскажу, то точно бы набрала девятку. Конечно, я набирала восемь за экзамен, но я думаю, что я могла бы набрать девять, если бы подошла к подготовке более обдуманно, а не так, как многие из тех, которые мне пишут в директ или в комментарии, у которых всего лишь неделя на подготовку. Но об этом я говорила на прошлой неделе. Если хотите, загляните в тот план, который я предлагаю для отчаянных людей, которые готовятся к экзамену за неделю до даты. Давно я вам не напоминала, что если вам нравится видео на моем канале, не забывайте ставить лайк, подписываться. А еще было бы классно, если вы нажмете на колокольчик, и вы никогда не пропустите очередное новое видео с разбором поста или с разбором какой-нибудь классного интервью на предмет лексики, который поднимет вам бал IELTS на один или на два пункта. И, возможно, вы получите восемь или девять. Естественно, я всегда рада вашим комментариям под своими видео, отвечая на все из них. Мне очень интересно с вами пообщаться и узнать о ваших результатах. А еще мне очень нравится, что вы делитесь теми темами, которые побались вам на экзамене. И этим вы помогаете всем тем людям, которые приходят на мой канал, которые готовятся в ближайшем будущем сдавать IELTS. Еще также напоминаю про свой Инстаграм. Про тот, в котором я говорю об английском языке, о всяких лайфхаках. Я разбираю посты дополнительно, те, которые не попадают в видео, потому что мне намного легче просто заскриншотить пост, а потом разобрать его в сторис. И постоянно записываю сторис на английском языке для того, чтобы вы практиковали свои listening skills и также чтобы пополняли свой вокабуляр, естественно. В общем, там интересно. Приходите, пообщаемся. Еще хотела вам напомнить, что я не только снимаю видео про IELTS, я также готовлю к IELTS, и также я провожу консультации. Если вы уже владеете английским языком на уровне Up Intermediate или даже Advanced, но вам срочно потребовалось сдать IELTS, вы можете обратиться ко мне за консультацией. Это всего лишь одноразовая консультация, на которой я вам рассказываю про формат экзамена, я проверяю ваши эссе и график, и рассказываю вам, над чем нужно работать. И составляю индивидуальный study plan, то есть план, по которому вам будет очень удобно заниматься и готовиться к экзаменам. Все подробности вы можете найти в моем инстаграме. Поехали! Первый косяк, который я постоянно совершала и сейчас совершаю и борюсь с этим, это постоянная prediction. То есть я пытаюсь предугадывать ответы на вопрос, особенно в части listening. Это еще иногда случается в reading. Почему это плохо и чем это чревато, я вам расскажу на своем примере. Однажды в части listening в первой части, в первой секции аудирования я попыталась предугадать ответы. И с одной стороны это кажется очень легко, потому что это самая легкая часть, и иногда действительно очень легко угадать ответы на эти вопросы, и что вставить в эти fill in the gaps задания. У меня даже пару раз это получалось, если честно, и поэтому я осмелела. В итоге я написала свои догадки, уже вписала в gaps, и получилось так, что когда я слушала трек, я поняла, что 50% того, что я написала, вообще неправильно и не в тему. Мне пришлось это исправлять. Это было очень сложно, потому что когда вы вписали что-то уже в вашу gap, у вас мозг уже как бы успокоился и сказал себе, что окей, я это знаю, мне не нужно это слушать. А надо, надо слушать и слышать правильный ответ. Очень сложно бывает уже ответ, который у вас есть в голове, исправить на тот, который действительно прозвучал в треке. Поэтому я ни в коем случае не советую вам предсказывать ответы по смыслу, то есть уже какие слова там будут. Анализировать задание и думать, какая часть трещи будет в том или ином пропуске. Это да, это всегда приветствуется. Смотрите на предлоги, которые у вас идут перед пропуском, или те слова, которые после. Конечно, это вам поможет. Но предугадывать уже готовые ответы ни в коем случае не нужно. Это просто вас собьет с толку. Особенно это касается спеллинга. То есть если у вас есть, не знаю, какая-нибудь стрит, и вы хотите что-то там написать, какое-то название стрит, не знаю, опираясь на какие данные, не стоит этого делать, потому что даже простые названия, они могут вам заспелить так, что, в общем, мало не покажется. И потом вы будете еще удивляться, а что так можно было. Да, они извращаются как могут со спеллингом. Writing. Это самая больная для меня тема. И естественно, что я в ней не набирала тот балл, который мне хочется набрать. Я знаю почему. Во-первых, первый косяк в том, что я не совсем хорошо готовилась к этой части, потому что, если честно, I gave up. Не будьте мной, не сдавайтесь, посмотрите на все типы эссе, которые существуют, посмотрите на все типы графиков, напишите их несколько раз, посмотрите, проанализируйте modal answers. Пытайтесь делать все для вашей подготовки, потому что я этого не сделала и жалею до сих пор. Что же случилось со мной в части writing? Из последнего я сдавала, например, три раза. Я очень хорошо помню именно последний раз, когда я сдавала. Я написала эссе. Я была очень рада, потому что я справилась с заданием за 20 минут, потому что там было довольно простое эссе на тему prisons. Я так обрадовалась. Я эту тему как раз повторяла очень сильно. Я имею в виду crime и legal terminology и все такое. В итоге я написала за 20 минут, была очень счастлива, пошла перечитывать свое эссе, ну, чтобы исключить всякие спятые mistakes или глупые всякие ошибки. Пошла, прочитала еще раз тему и поняла, что в теме-то было три предложения. И там было три issues, которые нужно было точно затронуть в эссе. А я написала только о двух. А о третьей проблеме, которая там была затронута, я вообще не написала и забыла о ней, если честно, пока писала эссе. Я, кстати, сдавала paper-based exam, то есть обычный экзамен на бумажках, не на компьютере. И мне пришлось literally как бы писать между строчек, где-то там дописывать, вставлять предложения на тему, которую я не затронула. Это было ужасно. Напоминаю, что в paper-based exam 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 Экзаменатор может снизить за ваш почерк, если он не понимает, что вы написали. В общем, сдавайте IELTS на компьютере, мой вам совет. И, соответственно, из-за этого я получила, по-моему, семерку я получила. В общем, могла бы получить больше намного. Я перечитала тему только в последний момент. Нужно сначала составлять план, смотреть на тему 100-500 раз, прежде чем начинать писать эссе. И выделить ключевые слова в теме. Те проблемы и те вопросы, которые вы должны точно упомянуть в вашем эссе. Следующий мой косяк касается части reading. Я делала, как многие-многие студенты делают до сих пор. Я, когда видела эту часть, открывала задание, я начинала читать текст, чтобы выникнуть и понять общую идею текста. Если вы уже давно на моем канале, вы знаете, что мой главный совет по части reading — это не читать текст полностью. Никогда. Совсем никогда. Вообще. Даже в начале. Экзамен IELTS — это не экзамен на тему «прочитай книжку и расскажи, о чем там». Это экзамен с определенными заданиями и вопросами, на которые вы должны найти ответ в тексте. И, соответственно, зачем читать текст, если вы не знаете еще, что нужно там найти. Поэтому сразу идите к вопросам, ищите ключевые слова в вопросах, понимаете, что вам нужно найти. А потом уже идите в текст и ищите ответ на вопрос. Listening последний раз я делала, и было очень стрессово по двум причинам. Это как бы косяк, который мне удалось исправить и получить девятку или восемь и пять за эту часть. Что там было? Мне попался Listening, где у человека, который говорил, у него был новозеландский акцент. Его еще называют Kiwi. В общем, это было ужасно. Я не знаю, почему я не люблю австралийский акцент, не смотрю блогеров из Австралии. Это была моя ошибка, не повторяйте ее, обязательно смотрите разных блогеров из разных стран с разными акцентами. В общем, я сначала была в шоке, и мне кажется, вот этот вот initial shock у меня забрал очень много времени. Это было задание, по-моему, из второй секции, где диалог обычно происходит. И этот человек с акцентом Kiwi рассказывал что-то про то, как работает велосипед или из чего он состоит. В общем, совершенно какая-то дикая тема другому человеку. И было сложно, потому что было быстро. Я не успела вставить слова в, наверное, 50% пропусков. Но что я сделала? До того, как начался трек, я выделила ключевые слова в самих вопросах, в предложениях, которые были у меня в задании. И поэтому я просто отвлеклась от этих gaps и начала записывать на полях какие-то слова, которые я слышала, которые связаны с ключевыми словами. Записывала какие-то основные идеи тоже на полях просто словами. У меня было такое истерическое состояние в конце, когда нам сказали, ну, вот у вас 5 минут на то, чтобы проверить ваши ответы и перенести их в бланк ответов. Я пошла туда и поняла, что я могу вставить те слова, которые я записала на полях, как раз в пропуске. И, в общем-то, я успела услышать эти слова, несмотря на пропуски. Даже если вы потеряли нить и потеряли место в тексте, который сейчас идет в треке, это не значит, что надо просто сдаться и закрыть задание. Это значит, что просто надо записывать ключевые слова на полях. И третье — никогда не отчаивайтесь, потому что у вас всегда есть 5 минут, чтобы перенести ваши ответы в бланк ответов в конце. И тогда вы можете посмотреть на ваши ответы и взвесить все, и прийти, может быть, к правильному выводу и ответить правильно на вопрос. Еще один косяк, связанный с listening, у меня случился с четвертой частью. Вы знаете, наверное, что в четвертой части обычно какая-то лекция идет, то есть это что-то scientific, то есть научное, или что-то связанное с бизнес. Ну, в общем-то, тоже научное, связанное с экономикой. У меня был такой момент, когда я точно не услышала какое-то одно слово. В смысле, услышала, но я не поняла, что это за слово. Я решила его написать просто как я его слышу. Я понимала, что у меня нет времени на то, чтобы поразмешать и подумать. Я знала, что у меня будет 5 минут на как раз тот самый перенос ответов в answer sheet. И поэтому я оставила это на потом. А после того, как тест уже закончился, и у нас были эти 5 минут, я начала анализировать. И я просто посмотрела на то, что окружает вот этот пропуск, куда нужно было ставить это слово, и ответила на вопрос. И, как оказалось, скорее всего, правильно, потому что, опять же, набрала девятку. Вывод, который я хочу, чтобы вы сделали, это никогда не сдаваться. Записывать то, что вы слышите. Просто буквами иногда записывать. Если вы по-русски хотите записать, по-русски запишите буквами. То, что вы услышали. А потом уже проанализировать. И из контекста можно понять, что же имел в виду, что за слово они хотели от вас там увидеть. И последний косяк, наверное, самый главный, который мне долгое время не позволял больше шестерки набрать за часть writing. Это мое негативное отношение к IELTS. Нет, шучу. Я все равно к нему негативно отношусь. Я ненавижу этот экзамен до сих пор. Я думала, что если выучить шаблоны, то можно спокойно по шаблону написать эссе. Знаете, как шаблонные фразы, типа Вот эти все шаблонные фразы, они снижают вашу оценку до шести. Несмотря на вашу губляр, несмотря на вашу грамматику. Что бы вы ни использовали, если вы пишете вот такими вот фразами, шаблонами, то вы не наберете больше шести баллов. И я почему-то об этом не знала. Не знаю, я об этом не задумывалась. Если вы хотите набрать шесть баллов или даже шесть с половиной, то вообще без проблем. Можете использовать эти шаблонные фразы. Но если вы хотите вырваться из этого предела шесть с половиной и даже семь, то старайтесь писать как можно более близко к теме. То есть вместо того, чтобы написать I will talk about this problem, напишите, о какой проблеме вы собираетесь писать. Например, I'm going to talk about the main causes of homelessness, если вы пишете на эту тему. And we'll suggest a few solutions to eradicate it. И то это даже немножко общо, и надо чуть более конкретно это делать. Я надеюсь, что вы научитесь на моих ошибках, вместо того, чтобы делать свои, и сделать выводы правильные из сегодняшнего видео, из всего, что я вам сказала. Спасибо, что посмотрели его до конца, и мы увидимся с вами очень скоро, уже на следующей неделе. Пока!